Российские военкоры говорят удар в спину, удар в псину, как мы шутим, но тем не менее, что Китай заявил об уважении к территориальной целостности, суверенитету, о стратегическом партнерстве, возможно, с Украиной, но есть и другая позиция. Китай и Бразилия создадут платформу Друзья Мира. Вот так вот, надо всем дружить и жить дружно. Вот Леопольд, давайте жить дружно. И будут собирать страны глобального юга, где-то 20 на этой платформе, может больше. И мы вот тут задаемся вопросом, а мы вообще узнаем о том, что эта платформа собирается в Украину и Россию планируют каким-то образом туда приобщать? Я думаю, что это, вы знаете, вот все эти телодвижения, это вещь себе, да, то есть люди просто, каждый человек развлекается как может, да. Вот они тоже развлекаются, заполняют. Делать людям просто нечего абсолютно. То есть к реальным каким-то прорывным действиям в сторону мира, в пользу мира, это не имеет никакого отношения. Китай, Бразилия, Южная Африка, Индия, они имитируют Турцию, какие-то мирные усилия, делают какие-то мирные предложения, как бы мирные. Но по большому счету эти предложения абсолютно нереальны, потому что они не устраивают никого. Они не устраивают ни путинскую Россию, которая нужна по большому счету. И Путин продолжает повторять, что ему нужно добиться целей, которые были поставлены изначально так называемым СВО, то есть агрессивной войны цели. А цели, понятно, они ее никогда не скрывали. Уничтожение Украины как независимого государства. И никакая заморозка войны ему тоже не нужна. Ни по каким нынешним разделениям, ни по какой нынешней линии фронта Путина не устраивает. Мы видим, как он ожесточенно пытается ползти вперед в Донбассе, поэтому никакая заморозка войны ему не нужна. С одной стороны. С другой стороны, и украинские власти не могут пойти на то, чтобы подарить Путину огромные куски, огромную часть своей территории. Это совершенно абсурдно. Это было бы поощрение агрессора на дальнейшие действия. И Украина прекрасно понимает, что агрессор на этом бы не остановился. Так что эти все благоглупости, которые изрекают политики из глобального юга, они, в общем-то, никому не нужны. И это чистая какая-то информационная завеса. Надо сказать, что в рамках этого же информационного шума или какой-то дымовой завесы, которая создается вокруг войны, выступают и различные неформальные переговорчики от России, которые ездят тоже и по западным странам, и по странам глобального юга с какими-то якобы предложениями якобы из Кремля, якобы от Путина. То есть, таким образом, они просто пытаются как-то, во-первых, лишить Запад воли к сопротивлению, что типа Путин уже едва ли не готов на мир, осталось только немножко перед ним пару раз поклониться, пару раз сказать ему, что он великий Багдыхан, перед которым все должны лежать ницей и пойти к нему на уступки, в том числе и территориальные. И вот война типа закончится. И также они ездят и по странам глобального юга, там такая четверка уже образовалась, как мне недавно рассказали информированные люди из Москвы, четверка таких вот, значит, переговорщиков, которые мутят вот этот псевдомирный процесс в действительности, направленный на то, чтобы развести Запад, и развести, кстати, украинское общество тоже какими-то посулами мира, за которыми ничего не стоит, кроме вымогательства уступок, а по сути вымогательства капитуляции в конечном итоге. Знаете, такие три персонажа, это Роман Абрамович, Владислав Сурков, небезызвестный, Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. Вот это как бы такая неформальная группа, которые ездят по, в том числе, кстати, Венедиктов, там во Францию ездят, Париж и так далее, и так далее. Ну, правда, надо сказать, что, насколько я понимаю, лидеры западных стран на высоком уровне все-таки не принимают, и никакие шаги на встречу вот этим Лисе Алисик от Базилия и Ант Компани, вот этим жуликам, да, кремлевским, никакие шаги на встречу не предпринимают, причем жулики очень недовольны, переживают, возмущаются, жалуются всем. Ничего себе! Хорошо, конечно, что с ними не встречаются на высших уровнях, они же согласовывают свои посылы птеродактильские мира с Кремлем или они по собственной инициативе? Конечно, конечно, они выступают как агенты Кремля, но вопрос в том, что, может быть, они даже искренне считают, что Кремль поручил им какие-то попытки мирного соглашения, но в действительности для Кремля они даже не какие-то, пускай, миротворцы условно на интересы Кремля, нет, это чистые разводчики, цель которых ослабит сопротивление путинской агрессии. Это, понимаете, за этим не стоит в реальности, для Кремля, по крайней мере, может, они и думают, что они делают какую-то работу, которая может привести к миру, но для Кремля они делают совершенно другую работу, они пытаются демобилизовать западный мир в отношении, в противостоянии путинской агрессии. Ну и в Украине такая же работа проводится, может быть, не только этими людьми, но и другими. Особенно, конечно, интересно, Абрамович уже тоже не первый раз в этом всем процессах задействован, это понятно, Владислав Сурков уже ездил и был, так сказать, соучастником Минских соглашений, к чему это все привело к полномасштабной войне России против Украины, поэтому это еще раз подтверждает, что никакого здесь, на самом деле, желания мира и переговоров нет. Он тряс этим Минским соглашением, потом он ходил и говорил, что он даже не надеялся, в принципе, на их исполнение, припоминается так, правда? Да, абсолютно, меня, кстати, это удивило, потому что про Абрамовича-то давно известно, что он в этом участвует, уши там Венедиктова тоже давно торчат, но что, оказывается, вынули из пыльного сундука опять Славу Суркову, это лишнее доказательство, что это все просто чисто такая разводческая авантюра, направленная именно на деморализацию, демобилизацию и Запада, и Украины, расколы. Они, кстати, на Трампа очень надеются сильно, что им там Трамп поможет, но, скажем так, результаты опросов, их надежда, мягко говоря, не соответствует. Путин до 1 октября, да, уже на календаре у нас сегодня 27 число, если не изменяет мне память, говорил, что надо освободить Курскую область от вооруженных сил Украины, но даже источники Билд в самом военно-политическом командовании РФ говорят о том, что российские военные планировали провести большое контрнаступление в Курской области, но вышло как-то не по плану и ничего не получается. А что же теперь, будет дальше даты переносить? Это все так схоже даже с Донецкой и Луганской областью, который Путин тоже тысячу и один раз за 11-й год войны ставил какие-то даты взять до 1 октября, до 1 ноября, до такого-то года, этого. А почему не получается? Ну, почему не получается, мы прекрасно понимаем. Путинский режим, при том, при всех его амбициях, при всех понтах, которые они любят кидать в мире, да, строить из себя, там, что вторая армия мира, там, новая сфера державы, второй центр влияния и прочее, прочее. В действительности, реальность, там, знаете, это гнилой сарай, который покрашен золотой краской, да. Вот, по крайней мере, там было у какого-нибудь крестьяна гнилой сарай, вот он его не стал ремонтировать, но зато покрасил золотой краской и утверждает всем, что это не сарай, просто дворец, да. Вот это примерно та же история, потому что у них действительно фасады все окрашены, а в реальности, и мы видели это, например, по тем же атакам украинских дронов на российские склады оружия, да. Что там было по бумагам, что эти склады оружия, они ядерную бомбу готовы отразить, да, а в действительности украинские дроны там за, может быть, несколько сот евро, спокойно щелкают эти склады. То же самое и во всем другом, понимаете. То есть это, и поэтому ожидать, что они начнут вдруг резко, быстро и как-то эффективно где-то наступать, совершенно не следует. И то, что они еще держатся, еще держатся, это есть, в общем-то, историческая случайность, а не то, что они, а то, что они не побеждают, это историческая закономерность. Закономерность продолжается и в том, что Путин со всех регионов продолжает собирать живое пушечное место на войну против Украины. И, как показывает статистика, одни из самых бедных регионов России больше всего тратят на мемориалы погибшим в развязанной Путиным зачем-то и почему-то о войне против нас, против Украины. Лидером стал Забайкальский край, более 42 миллионов рублей там тратят, неоднократно он входил в десятку беннейших регионов страны, на втором месте Республика Тыва, куда Путин недавно ездил на 2 сентября, и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там тоже много тратят и хоронят, по всей видимости, уже всех. Неужели нельзя было бы восстанавливать эти регионы, деньги, которые Путин тратит на войну, тратит на то, чтобы эти регионы жили беззаботливо и счастливо, а не тратили все последние деньги на мемориалы. И правильно ли я понимаю, что даже и здесь, сколько бы даже если 84 миллиона рублей потратят в Забайкальском крае, это не приведет к каким-то изменениям в сознании тех, кто хоронит своих близких? Да, но почему Путин, заместо того, чтобы поднимать регионы России, многие из которых очень бедные, находятся в очень тяжелой ситуации, ведет войну, это нам кажется дикостью. А в его параноидальном сознании заниматься подъемом экономики или социальной сферы – это как раз скучно, неинтересно. Я видел какое-то в свое время еще несколько лет назад, до начала широкомасштабной войны, показывали встречи Путина в правительстве, какое-то было заседание по поводу развития социальной сферы. Он там со скухи чуть не заснул. И дальше показывают встречи Путина с военными, обсуждают они какое-то сверхчудо-оружие, какую-то гипер-пупер-бомбу. И тут Путину просто у него глаза загорелись, у него прямо какое-то возбуждение, знаете, старческое было написано на лице. То есть, естественно, ему наплевать просто на жизнь регионов, его интересует экономика только или прежде всего в части обеспечения возможности продолжать войну, и социальная сфера тоже мало волнует. Его волнует, то есть, знаете, вот российские некоторые цари, императоры, они как-то вот не выросли из коротких штанищиков, были ужасно инфантильны всю жизнь, и всю жизнь играли в солдатиков. Ну, например, Петр Третий, да, отчасти Павел Первый, может быть, в меньшей степени, но Петр Третий точно. И вот Путин тоже играет в солдатиков, ему это интересно, да, он, видимо, впал уже в детство тоже, и ему все это связано, что связано с войной. Видимо, он в детстве не наигрался, он был из очень бедной семьи, ему, видимо, не покупали игрушки, не покупали там игрушечные солдатиков, пушки там, то есть, он не доиграл. Вот он играется в эту войну, а платят за это все. Конечно, Украина прежде всего платит кровью своих сынов, да, и разрушенными домами, но платит за это и Россия, которая абсолютно находится, да, полностью в распоряжении безумного совершенно диктатора, который гонит на войну погибать там, а потом строят дорогие могилы. Я не думаю, что их, правда, это сильно как-то удовлетворило бы, если бы они знали об этом, тех, кто там погиб на этой войне. Тем не менее, это факт. Продолжение следует...